Иудейка Ниже изгнания Израиля стоят две картины «Дифиалофермы» Субтитры создавал DimaTorzok И все они выполнены в таких вот черных, темных тонах Что, собственно, сам за сюжет? События, которые произошли при Ассирийском царе на Бахудоносоре Это VI век до нашей эры, когда Анжел Бахудоносор двинулся на вывлевание Израиля И, по сути, вот описан один из эпизодов Вообще, евреем называют Эдит То есть, Юдит – это немножко такое наше уже приложение имени Но вообще, суть этого имени Иудит – еврейка Вы начальник Новохудоносора, Алафир Никаких исторических подтверждений, что такая фигура существовала, нет Есть похожее какое-то имя, которое описывается, по-моему, где-то в греческой мифологии Но вот именно к этим событиям такого имени мы не знаем Но в Библии этот военачальник описывается как второй после царя То есть, это достаточно серьезная величина И вот, значит, Алафир, который возглавляет войска Новохудоносора, движется на Израиль Захватывает город за городом И подходит к маленькому горному городку Витилуя Опять же, эта транскрипция, возможно, вполне, что город как-то немножко по-другому назывался Он приближается к этому городу Всем известно, что войска очень серьезные, войска мощные Маленький городок не может противостоять Перед этим пали и более крупные города И жители города собираются и принимают решение город сдать И тогда богатая горожанка, она богатая вдова Она была вдова очень богатого человека Она была молодой, муж ее умер рано Оставила ей достаточно серьезное состояние Она соблюдала свое вдовство Она, как написано в Библии, поставила шатер на крыше Ну, то есть, над покойми она поставила себе какой-то небольшой шатер Носила только, значит, одежды, как подобают, доведенные одежды И вот таким образом оплакивала смерть своего мужа И вот в этот... Она была очень красивой И, в общем, когда вот происходит событие И становится понятно, что город будет сдан Она выходит к горожанам и говорит Не надо этого делать Дайте мне возможность Я постараюсь решить эту проблему Она достает свои лучшие наряды Одевает свои лучшие драгоценности Берет свою служанку И со служанкой выходит за городские ванки Обращаясь к сирийскому войску Она говорит Пройдите меня к вашему военачальнику Мне было видение И я расскажу ему, как он сможет взять город Ее проводят к Аллаферму Аллаферма, безусловно, очарованная красотой Очарованную смелостью Конечно, ему импонирует то, что Ему обещают, что он бескровно этот город завоюет И он устраивает по этому поводу пир Значит, четыре дня они гуляют Аллаферма смотрит на людей с массовыми глазами Ожидая, когда же наконец-то они будут Ну, к тому моменту, когда в шатер уже стоит идти Аллаферма уже прилично пьян Она продолжает его поить Приводит его в шатер И когда служанки верит остаться за воротами И уже практически Мало что соображающе пьяный Аллафер Лежит на кровати И тогда она берет на постели И тогда она берет меч И двумя ударами И двумя ударами отнимается Войско погиблейское, опять же, погиблейское мое сложение Войско, которое мы видели, что они остались здесь Войско разбегаются и осилийцы отступают от этого города Конечно, наверное, это какой-то небольшой частный эпизод Потому что все-таки Новоходонусор успешно поработил израиль И ничто ему не препятствовало Тем не менее, Людив, которая возвращается в город с головой Аллаферма Наверное, вы видели Часто ее изображают Для меня самая известная картина Джаджона Когда ангельской красоты Юдив в красном одеяле Вот таким швицем на ноге Вот так вот попирает голову Аллаферна Мне кажется, со школы эта картинка как-то, видимо, фигурировала Часто изображают ее с головой Аллаферна в руках Конечно, город относится к ней с большой благодарностью С большим уважением И она проживает свою жизнь в очень большом почете Она прожила 105 лет в доме своего мужа То есть в доме мужа, который умер, оставил ее молодой вдовой К ней сватались очень многие Потому что и красавица, и героиня, и богатая Но она собрала верность к моему умершему мужу И в свои 105 лет прошла правильность и верность Что в этом сюжете могло заинтересовать нашего Мишишаевича? Скажу честно, когда у меня было очень много возможностей спрашивать об этом Мне подобные вопросы в голову не приходили Поэтому, ну, как обычно, как Женя правильно связал Я считал, что Мусловский будет жить вечно То же самое Было столько повседневных вопросов, которые интересно было обсуждать Но что я хочу сказать Посмотрите, какая она Ну, то, что у Гусиловского вот этот вот его сарказм присутствует везде Это безусловно Но даже, вот, скажем, по меркам Гусиловского Она не красавица И она не благочестивая И вот эта вот черно-красная подача Мне все время кажется, что он пытается вытащить какую-то Такую двойную женскую сущность Женщина, дающая жизнь Женщина, отнимающая жизнь Я бы сказала, что скорее здесь женская жестокость и коварство Которое в нужный момент вот раскрывается Но, опять же, это только моя личная трактовка И все мы можем только об этом догадываться Тем не менее, вот такие трактовки Субтитры сделал DimaTorzok